Добрый день. Здравствуйте, да, видно. Отлично. Так, ну что, давайте начинать. Давайте ваши вопросы. Есть один вопрос по поводу первого задания. Вот там, как я понял, строятся графики, делается вывод. Да, вопрос, а может ли этот вывод оказаться более сильным, чем тот был на лекции, где получалось еще от 1? Ну, я предполагаю, что у вас должна быть оценка порядка, ну, порядка вот такая вот, типа. А, такая должна быть, то бишь, по сути, у от дельта t. Это то же самое, что от дельта t, да? Да, да, да. А, то есть такая и должна быть. Ну, потому что, ну, потому что, смотрите. Тетта должна быть, я просто не уверен, что там тетта. Там O видно, а тетта может и не тетта. Может быть и не тетта. Ну, да, наверное, не тетта, потому что у нас может так показаться, что у нас точность больше. Потому что, если, например, наше уравнение X точка равняется нулю, то точность будет абсолютная. Абсолютно. Ну, в общем, короче, O большой, да, O большой. Значит, это, это я погорячился. Спасибо. Так, еще вопросы? Ну, у меня вопрос в целом по всему. Мы можем, пожалуйста, еще раз разобрать с семинаровым первый пункт, который был про... Значит, вообще разобрать еще раз методейлеры. У вас вопрос про сами методейлеры или про код, которым мы его реализовывали? Если честно, про то и про то. И про то и про то. Хорошо. Тогда давайте я начну, значит, я начну с теоретического обоснования, а потом посмотрим еще раз на код. Спасибо. Так, давайте я, наверное, буду коллекционировать все вопросы, а потом посмотрим, что и в каком порядке рассказывать. Значит, методейлера, формулировка и код. Так, давайте еще вопросы. Я бы, на самом деле, послушал про то, как мы строим, господи, как же это называется, поле... Поле направлений. Поле направлений, да. Я что-то просто не очень могу интуитивно связать, почему мы можем просто рассматривать функцию как переменную, грубо говоря, и только исходя из этого строить направление. То есть мы, опять же, мы не высчитываем чисто производные, да. Мы как бы пользуемся просто нашим дифференциальным уравнением, как-то исходя сугубо из этого, строим поле. Вот это мне всем понятно. Хорошо, да. Окей, итак, понял про поле направлений. Давайте еще вопросы. Спасибо. Спасибо. Так, ну что, пока больше вопросов нет. Давайте тогда пока обсудим то, что есть. Смотрите, давайте, наверное, начну, скорее, со второй части, с поле направлений. Давайте рассмотрим какой-нибудь пример. Вот, допустим, у нас есть уравнение, скажем, x-точка равняется, ну, давайте что-нибудь чуть менее тривиальное, чем было на лекции. Допустим, x-точка равняется, давайте что-нибудь такое, например, x, деленное на t. Значит, есть у нас вот такое дифференциальное уравнение. Давайте подумаем, как устроено поле направления для него. То есть, что это означает? Означает, что мне нужно… Значит, тут у меня расширенное фазовое пространство. Значит, здесь t, здесь x. Значит, вот с точки зрения этого расширенного фазового пространства, x – это просто переменная. Значит, когда мы говорим, что x – это функция, мы подразумеваем, что вот у нас есть какой-то график в этом расширенном фазовом пространстве. И, соответственно, графики таких функций – это и есть наши интегральные кривые графики, ну, графики решений. Ну, давайте теперь просто возьмем какие-нибудь конкретные точки и просто попробуем построить в этих точках нужное нам направление. Значит, вот у нас x-точка равняется x, деленное на t, а это частный случай системы вида x-точка равняется f от tx. Ну, и давайте просто брать какие-нибудь точки и смотреть, что получается. Значит, ну, во-первых, понятно, что эта система определена не при всех t, а определена только при t, не равных нулю. Поэтому давайте я сразу вот это вот как-то выколю. Вот этих вот точек нет у нас. Ну, и давайте сейчас рассматриваем тут вот эту положительную часть, где t положительная. Давайте строить картинку. Ну, что, давайте возьмем какую-нибудь точку, вот скажем. Давайте возьмем точку вот такую вот. Значит, здесь будет единица, здесь будет двойка, здесь будет тройка, здесь будет тоже единица, двойка, тройка, здесь будет минус единица. Ну, давайте просто идти последовательно по этим точкам и смотреть, как устроено. Через каждую точку проводить кусочку прямой с заданным наклоном. Значит, давайте возьмем вот эту точку. Точку вот эту вот. Значит, какая прямая будет через нее проведена? С каким наклоном, с тем углом коэффициентом? Ну, ноль, если я правильно понимаю. Ноль. Ну, конечно, ноль, да. Потому что, значит, вот эта точка, у нее координаты 1, 0. Значит, соответственно, у нас наша f от 1, 0 равняется 0, разделить на 1, равняется 0. Поэтому здесь у нас будет просто такая горизонтальная штука. Ладно. Ну, и давайте возьмем каких-нибудь других точек еще. Скажем, вот точка 1, 1. Какой здесь будет углубиться? Боже, все, я постиг всю эту штуку. Если что, я просто очень затупил, по-моему. Ну, все, меня прокнул. Спасибо. Вот. Ну, собственно говоря, на самом деле полезно в этой задаче построить поле направления, как оно будет получаться. Давайте посмотрим, может быть, еще. Может быть, кто-то еще не постиг. Значит. Давайте я еще какую-нибудь точку нарисую. Скажем, вот в этой вот точке. Вот в этой точке. Какой будет угол? Одна вторая, получается? Одна вторая, да. Потому что у нее координаты. У этой точки координаты 2, 1. Значит, угол вековцент будет одна вторая. То есть она будет вот такая вот более горизонтальная. Ну, собственно говоря, попробуйте посмотреть, что будет дальше, если этих самых точек дальше понаставить, что вы получите. Вот, например, в точке 2, 2 какое будет направление? Ну, единицы, получается. Ну, единицы, получается. Да, тоже единицы. Дальше, на самом деле, когда вы понаставите этих направлений достаточно много, тут можно будет догадаться, как устроены интегральные кривые, как устроено решение. Кажется, что это что-то типа, ну, вот сами, как бы назвать, вот поле направления, ну, это как бы как такие линии, направленные от нуля. Да, это правда. Да, то есть, ну, просто конкретно вот у этой системы она устроена так, что на самом деле все эти самые отрезочки, которые принадлежат поле направления, они, на самом деле, если их продолжить, то они все упрутся в 0,0. Ну, и, в общем, это просто связано с тем, что уравнение так устроено, что у нас угловой коэффициент равен в точности просто угловому коэффициенту вот этого отрезка, потому что он x делить на t. Хорошо, а дальше можно угадать, как решение выглядит. Значит, мы знаем, что решение – это такие кривые, которые обязательно в каждой своей точке касаются нашего поле направления, как они выглядят. Как, так хочется сказать, как лучи, опять же. Да. А что этому соответствует, если я теперь буду писать зависимость x от t? Ну, прямые просто получается. Ну, я думаю, с минусом там тоже, соответственно, в ту сторону будут прямые. Единственное, что мы вычитаем вот эту вот нашу ось OX. Да, ну и как, значит, если я хочу написать x от t равняется, что получается? Что-то типа, ну, пусть будет x на c. Ну, только не x, а у нас переменная от t зависит. То есть функция зависит от t. А, ну да, t на c. Да, ct. Совершенно верно. Ну, и на самом деле можно проверить, что действительно решение этого уравнения. Смотрите, x точка равняется c, и оно действительно равняется c, t деленное на t. Значит, ну, опять же, по соглашению по нашему, поскольку область определения должна быть связной, соответственно, у нас, как будто эта вот формула, у нас дает два семейства решения. Вот есть семейство определенное вот здесь, на этой части, на этой половинке оси времени. А есть решения определенные вот здесь, и это как бы два разных решения. Вот. Но действительно, значит, вот наше решение, и вот действительно то, что им соответствует. Окей? Да, понятно, спасибо. Вот. Смотрите, значит, если у кого-то еще остается вопрос про поле направлений, я рекомендую попробовать сделать самостоятельно такую задачу. Значит, построить поле направлений и угадать, как выглядят интегральные кривые для уравнения x-точка равняется минус t деленное на x. Сейчас можно еще раз такой вопрос. Интегральные кривые, вот они на этой картинке красные, да? Это, которые во всех точках касаются. Да, 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 они красные, да. Значит, это интегральные кривые. Ну, тут оказалось, это тоже в какой-то мере такая вырожденная картинка, потому что здесь у нас все вот эти вот направления, они просто лежат на интегральной кривой. Интегральная кривая просто прямая, она там, луч. И тут так оказалось, что они просто на ней не просто касаются, а просто лежат. Это, конечно, некоторый вырожденный случай. Ну, вот если вы сделаете вот это упражнение, то вы увидите, что бывает и не так. Хотя здесь, в общем, тоже легко понять, как устроены интегральные кривые. Угадать. Но потом можно будет проверить, что действительно так. Попробуйте это сделать. Я думаю, что когда вы это упражнение сделаете, даже если вы не понимали раньше, как устроены интегральные кривые, ну, как устроено поле направления, то вы быстренько поймете. Хорошо? Какие есть еще вопросы по этой части? Про поле направлений. Хорошо, вроде бы нет. Так. У меня есть, но не по поле направлений. Не по поле направлений. Хорошо, давайте вопрос не по поле направлений. Там спрашивается, в каких случаях решение похоже на уравнение осциллятора близких к гармоническим полюбаниям. Имеется в виду сказать, что в каких случаях график выглядит как синусоиды, а не как такие редкие. Да. Например, так. Да, я вначале удивился, потому что там же вроде коэффициенты ненулевые. Вот если некоторые коэффициенты, я на семинаре пробовал, там выходят модели вымирания, и это явно не гармонические колебания. Явно, да. Но есть режим, который очень близок к гармоническим колебаниям, где у вас картинка, если вы рисуете именно популяцию в зависимости от времени, то вы увидите, что там штука, которая похожа на синусоиды. По крайней мере... Да, я заметил, там в некоторых случаях похожа, а у некоторых оно вот такими, как вы показывали в семинаре, этой фигурой. Да, ну вот можно подумать, почему оно в каких-то ситуациях так, в каких-то по-другому. Ну, как бы подумать об этом полезно. Ответ мы, я думаю, построим как раз на следующем занятии. То есть УДЗ нужно просто написать в каких, а по-то теоретическому объяснению для этого давать не надо. Если вы сможете придумать теоретическое объяснение, хорошо. Если не сможете, не страшно. Понял, спасибо. Спасибо. Это все, что я хотел спросить. Так, хорошо. Есть ли еще какие-то вопросы, на которые я, скорее всего, быстро отвечу? Хорошо, тогда давайте перейдем к методу Эйлера. Значит, как устраиваем метод Эйлера? Ну, вот смотрите, вот у нас есть дифференциальное уравнение, которое нам говорит, что у нас... Дифференциальное уравнение, которое нам говорит, что у нас x-точка равняется f от tx. И дальше я хочу построить приближение к его решению. Ну, вот пусть у меня есть какое-то начальное условие. То есть я знаю, что у меня в момент времени t0, x равнялся x0. Значит, я рисую картинку для одномерного x, но, в принципе, все это быстро обобщается на многомерный случай. Но давайте пока думать про одномерный x. Значит, вот я взял какую-то конкретную точку t0, x0. То есть я знаю, что в момент времени t0 у меня значение той величины, которая меняется со временем, равнялась к конкретному числу x0. А дальше я хочу понять, что будет происходить дальше с этой величиной. Ну, что я могу сделать? Я могу взять, подставить вот эту точку в правую часть моего уравнения. Что говорит мое уравнение? Мое уравнение говорит следующее, что в тот момент, когда решение проходит, если решение в момент времени t0 находится в точке x0, то скорость его роста x точкой равняется значению функции f в этой самой точке. Понятно, что это мгновенная скорость роста, это производная. Но мы можем предположить, мы можем поверить в то, что если мы подождем не слишком долго, если мы посмотрим на не слишком большой кусочек, не слишком большой промежуток времени, то там эта скорость будет не слишком сильно меняться, и наше движение будет проходить, ну вот оно будет примерно равномерным, примерно с постоянной скоростью. ровно с той скоростью, которая была у нас вот здесь. Вопрос. Где мы тогда окажемся через время Δt? Значит, если мы в момент времени t0 двигались со скоростью, значит, с мгновенной скоростью f от t0 x0, и дальше скорость не сильно менялась. через время Δt мы окажемся в какой точке? Примерно в точке. Так, если кто задавал вопрос про метод t, расскажите, в какой точке мы окажемся. Значит, в момент времени t0 были в точке x0, двигались со скоростью f от t0 x0, двигались на протяжении времени Δt. Где окажемся? Где окажемся? Или задайте какой-нибудь вопрос, если что-то непонятно вот в том, в той фразе, которая написана сейчас на экране. Нет, фраза в целом понятна. А? Фраза в целом понятна. Так, а где тогда окажемся? Ну, смотрите, как устроено движение с постоянной скоростью? Значит, если вы двигаетесь с постоянной скоростью 2 метра в секунду, двигаетесь 3 секунды. Насколько далеко вы продвинетесь? 6 метров. Отлично. Отлично. Значит, если вы при этом были на расстоянии, если в начале времени вы были на расстоянии 5 метров от дома, то где вы окажетесь через 2 секунды? Если будете бежать от дома. 5 метров от дома. 11 метров от дома. Отлично. То есть, значит, вся необходимая техника у вас есть. Теперь нужно просто сам можно писать в общем виде. Значит, вот мы находились в точке x0, да? Двигались время дельта t, вот эту вот штуку. И двигались вот такой скоростью. Вопрос, где окажемся? t0 плюс дельта t на f от t0 x0. Да, значит, мы пройдем расстояние от дельта t умножить на f от t0 x0. И поскольку были мы в точке x0, то нужно к x0 прибавить вот это пройденное расстояние. Да, класс. Это понятно. Вот. Или что то же самое. Геометрически это соответствует тому, что мы, собственно говоря, из вот этой точки как раз нарисовали ту самую прямую, которая из поля направлений. Да, это прямая с вот этим вот угловым коэффициентом. И как раз, значит, вот это вот движение, оно соответствует тому, что мы просто двигались по вот этой вот, в соответствии с вот этой вот прямой. Да, потому что вот эта вот штука, если у нее угловый коэффициент равен f от t0 x0, то как раз вот эта вот точка, которая у нас здесь получилась в результате, вот эта точка, это как раз наша x0 плюс дельта t на f в точке t0 x0. Вот. И тогда угловый коэффициент здесь, он как раз в точности равен этой штуке. Вот этот x1, который мы получили, это типа тоже решение. Это не решение. Сейчас, смотрите, значит, вот x0, x1 и так далее, это какие-то конкретные точки в фазовом пространстве. Значит, у нас есть x, которая зависит от времени, это обозначение для функции, а есть конкретные точки. Вот, допустим, x0, это какая-то конкретная точка. Ну, вот давайте я приведу какой-нибудь пример. Вот, смотрите, пример. Значит, давайте, пусть у нас есть такой мальтузианский рост населения, пусть у нас есть уравнение x0 равняется, допустим, x, где x от t – это размер популяции в момент времени t. И, ну, как бы это вот уравнение, оно как раз говорит нам, что наша популяция, что скорость прироста популяции пропорциональна размеру популяции, что вполне естественно. И, ну, давайте возьмем что-нибудь конкретное. Вот, допустим, мы знаем, что пусть в момент времени размер популяции, допустим, t0, равное, скажем, 2. Размер популяции составлял, скажем, x0, равное 10. Оценить размер популяции в момент времени значит, t0 плюс, допустим, дельта t, где, давайте возьмем какую-нибудь маленькую дельта t, скажем, 0,1. То есть вот на второй секунде у нас было 10 амеб в банке. Ну, окей, не 10 амеб, а 10 тысяч амеб. И дальше мы подождали 0,1 минуты и хотим понять, какой размер популяции у нас будет в этот момент. Значит, что мы делаем? Мы говорим, что, окей, мы знаем, что в момент времени 2, вот давайте я нарисую картинку, значит, вот у меня здесь был момент времени 2 и здесь размер популяции был 10. Значит, вот эта вот точка, это мое начальное условие. Дальше. Значит, если я верю вот в это уравнение, но не умею его решать, хочу решить вот приближенность с помощью метода дейлера. Значит, хочу подождать время 0,1. То есть у меня была точка 2, а вот здесь вот точка 2,1. Значит, вопрос. Какая у меня была скорость прироста вот в этот момент времени, в момент времени 2? Если у меня при этом популяция была размера 10. Значит, какая была скорость прироста? Абсолютная скорость. Чему равняется производная от размера популяции по времени? Значит, поскольку мы верим вот в это уравнение, значит, вот в этой точке производная моего решения чему равняется. Ну, 10 типа. Да. Значит, в момент времени 2. Давайте я даже единицы здесь какие-нибудь поставлю. Значит, пусть у меня все, допустим, время меряется, допустим, в минутах, а популяция меряется, допустим, в тысячах особей. Значит, здесь дельта t равняется 0,1 тоже минуты. Значит, в момент времени 2 минуты у меня скорость прироста популяции. Значит, скорость прироста равнялась 10 тысяч особей в минуту. Дальше. Опять же, мы пренебрегаем тем фактом, что у нас эта скорость прироста постоянно меняется. Мы считаем, что она будет примерно постоянной. Значит, тогда в момент времени 2,1 минуты у нас размер популяции чему будет равен? Примерно равен чему? Значит, было 10 тысяч особей. Мы прибавили, значит, подождали 1,1 минуты и росли, Саш, со скоростью 10. Получается, здесь 10 тысяч особей, здесь 0,1 минуты, здесь 10 тысяч особей в минуту. Значит, получается 11 тысяч особей. Мы таким образом построили вот вторую точку на этом графике. Вот это наша оценка для того, сколько у нас особей было в момент времени 2,1. десятых. Вот, а теперь давайте посмотрим. А вот теперь, а вот теперь в момент времени, значит, я теперь хочу оценить, значит, теперь оценить, сколько было особей в момент времени 2,2. Значит, как я хочу это оценить? Ну, теоретически я мог бы просто сказать, что вот я продолжу эту прямую сюда, но на самом деле я понимаю, что вот эта моя прямая, это не настоящий, не настоящий мой график. Прямая не удовлетворяет вот этому закону. x точка равняется x. Но можно думать так, что хорошо, вот я теперь знаю, что в момент времени 2,1, у меня размер популяции стал 11. Значит, вот в этот момент какая у меня мгновенная скорость роста? В момент времени 2,1. 11 особей. А тысяча особей нет. Да. Значит, у меня теперь скорость роста увеличилась. Она была 10 тысяч, а стала 11 тысяч. Значит, давайте это используем для того, чтобы оценить, значит, что у меня получается. В момент времени 2,2. Значит, у меня было 11 тысяч. И дальше я к этой 11 тысяч должен прибавить сколько? 0,1 на 11. Да, 0,1 на 11. Значит, получается 11 плюс 1,1, получается 12,1. И это моя новая точка. Значит, вот смотрите, как я ее здесь должен нарисовать. У меня есть точка 2,2. Вот если бы я продлил вот эту вот прямую, то моя новая точка должна быть выше этой прямой или ниже. Значит, вот новая точка, которую я нарисую. Она выше этой прямой или ниже? Ну, выше, по идее. Да, она действительно будет выше. Значит, вот у нас здесь будет 12,1. Если бы она была бы ровно на этой прямой, то было бы 12. Было бы равномерное движение, мы бы каждый раз увеличивались бы на 10. Но поскольку у нас с каждым шагом у нас популяция больше и растет она за счет этого быстрее, то мы получили точку, которая находится выше. Вот так вот. Ну и так далее. То есть мы можем так делать каждый раз новый шаг, у нас будет каждый раз увеличиваться скорость роста, и вот мы будем получать такую ломаную. Вот эта ломаная, она задается конкретными точками, каким-то конкретным набором точек. Но я хочу сказать, что эта ломаная, она, в общем, будет проходить, если мы выбрали вот этот шаг не слишком большим, она будет проходить где-то вблизи моего настоящего решения. Ну, на самом деле, она будет проходить в данном случае ниже настоящего решения. Настоящее решение в данном случае будет расти быстрее, оно будет как-то вот так расти. Потому что мы всегда двигались, вместо того, чтобы двигаться по-настоящей, по-настоящему решению, мы двигались по-касательному к этому решению, но двигались мы по нему недолго, поэтому от настоящего решения ушли недалеко. вот соответственно чем меньше вот этот шаг тем лучше наше приближение работает потому что если шаг становится маленьким то вот это приближение линейное приближение начинает работать все лучше причем как бы она работает как бы шагов становится больше но из-за того что каждый шаг начинает работать все лучше у нас приближение начинает быть все лучше и лучше это собственно говоря мы видели на картинке уже на на симуляции вот то есть мы получаем таким образом если в общем виде записать вот то что мы сейчас сделали то мы получаем такой закон значит у нас каждая следующая точка нашего вот этого нашего построения она устроена так берем предыдущую точку и прибавляем дельта t умножить на ту скорость которую мы имели в предыдущий момент времени в предыдущей точке вот вот собственно говоря вот эта формула это и есть это есть наш момента тейлер то есть как бы главная идея этого метода такая что с одной стороны мы учитываем тот факт что мы каждый раз мы мы с одной стороны учитываем тот факт что у нас меняется скорость когда мы движемся а с другой стороны мы его как бы игнорируем но на маленьких промежутках времени мы считаем что эти изменения на маленьких промежутках времени они не очень большие вот ну и соответственно так то и работает теперь и значит понятно ли вот эта вот история так с теоретической точки зрения да как всем понятно хорошо давайте я спрошу не появилось ли еще каких-нибудь вопросов может быть не относящихся к методу дейлера прежде чем переходить к коду так видимо не получилось видимо не появилась новых вопрос хорошо давайте тогда еще раз посмотрим на код так значит я эту трансляцию сейчас значит я эту штуку stop share делаю и и теперь я делаю так так значит вот собственно говоря код первой версии нашего метода эйлера что здесь происходило мы хотим написать функцию которая нам возвращает последовательность вот этих самых моментов времени тэшек и соответствующих ну и и собственно говоря дальше у нас код который реализует вот в точности ту функцию которую я написал значит ну во первых мы помещаем от нас points это тот список тот списочек который вас вернется мы помещаем в него стартовую точку т 0 x 0 а дальше мы здесь вычисляем значит x это у нас будет текущая точка в которой мы находимся сейчас то есть их скаты у нас была формуле дельта тему вычисляем так что это вот тот момент в который мы хотим прийти минус стартовый момент и разделить на количество шагов а и дальше соответственно мы делаем вот ровно то что написано значит во первых мы вычисляем t t это текущий момент времени начнут вычисляется как t0 плюс а дельта т умножить до количества шагов ну здесь нужно прибавить единицу потому что первый шаг означает что нужно прибавить дельта т один раз у меня здесь и меняется значит от нуля и дальше у меня просто каждый раз иксом происходит одно и то же у меня к иксу прибавляется дельта т умножить на значение функции f посчитано в точке t и предыдущий икс ну и все еще раз что задача вот которая была следующая после этой следующая вот это секс квадратом да но здесь на самом деле наш код начинает ругаться потому что на самом деле наше решение растет слишком быстро показать как как эта штука решается аналитически давайте давайте покажу так значит вот был у нас такое уравнение x точка равняется x квадрат как как решается такого типа уравнения решаются они примерно так сейчас я показываю некоторую магию в принципе она имеет не очень сложное объяснение я могу потом объяснить почему это так значит давайте покажу пока что в виде магии значит наше уравнение можно записать в таком виде это x под т равняется x квадрат ну после этого можно сказать вот что давайте я умножу на dt это уравнение разделю на x квадрат получается вот такая вот штука не очень понятная сама по себе но если проинтегрировать левую правую часть то получается уже осмысленное осмысленное выражение давайте проинтегрируем левую часть что получится чем равняется интеграл до x разделить на x квадрат то же самое интеграл да это получается минус x минус 1 то есть минус единица на x сейчас здесь получается минус единица на x чем равняется интеграл от dt да где-то нужно приписать константа ну хорошо давайте это здесь припишу константа значит но теперь просто алгебраическим преобразованием видно что это вот такая вот штука получается то есть это на самом деле означает что наш график 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 решения устроен как-то так что то у него есть у него есть асимптоты опять же у дифференциальных уравнений решение всегда семейство и в зависимости от того какое мы начальное слое выбираем у нас будет разное разное старт на разное решение но в данном случае у нас от выбора начального условия зависит значение вот этой константы c ну например если я выбрал начальное условие здесь повыше то у меня бы эта штука ушла бы на бесконечность быстрее вот возникает вот такое семейство гипербол они в общем отличаются друг от друга просто горизонтальным сдвигом как видно из этой формулы и значит у них есть у них у всех есть вертикальная асимптота который должен то и определяется этой самой цешкой соответственно то что мы видим в компьютерном эксперименте то что у нас возникает переполнение это как раз связано с тем фактом что здесь возникает вертикальная касательная и действительно при вычислениях мы никуда не денемся у нас решение обязательно уйдет на бесконечность потому что она действительно должно так себе вести нужно настоящее решение хоть на бесконечность а наше приближение его приближает хорошо чем чем меньше шаг тем лучше приближает вот значит если закрыть глаза вот на эту магию как понятно ли что здесь произошло да да вот в принципе как бы вот вот эта вот штука ну было бы логично ожидать чего-то похожего потому что но вот что говорит наше вот это уравнение она говорит что скорость роста увеличивается с увеличением x а и причем не просто увеличивается как в случае их с точкой равняется x увеличивается квадратично то есть увеличивается на самом деле очень быстро поэтому как бы у нас чем чем больше тем быстрее 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 мы растем и в общем оказывается что она растет настолько быстро что уходит на бесконечность вот давайте я не не рассказывал про это на лекции но давайте я скажу два слова по поводу обоснования этого метода почему вообще можно делать вот так ну давайте я построить такую картинку вот смотрите значит похоже на самом деле на метод трейнера давайте я скажу вот что вот у меня была какая-то точка т 0 x 0 вы давайте пусть у меня есть уравнение x точка равняется f от x называется автономное уравнение на прямой то есть у меня правая часть от времени не зависит зависит только от икса и дальше я хочу ответить на такой вопрос вот я старту в момент времени старту в момент времени ты 0 из точки x 0 а дальше я хочу добраться в какой-то момент до точки ну давайте я назову ее x большим то есть я хочу вот отсюда дойти до сюда и при этом в каждый момент времени скорость движения определяется вот этим вот f от x то есть вот здесь вот я двигаюсь со скоростью f от x когда я чуть-чуть сдвинусь вот в этой точке я буду двигаться с какой-то другой скорости и так далее но я хочу посмотреть насколько быстро я значит насколько быстро я туда продвинуться давайте я скажу что если есть какое-то время t большого и давайте я буду рассуждать так давайте я разделю вот этот отрезочек вот x 0 до x большого давайте я разделю на много маленьких кусочков на н маленьких кусочков а дальше задам такой вопрос вот смотрите сколько времени примерно надо потратить чтобы от x0 дойти до x1 вот у меня x0 и x1 это какие-то близкие точки но между ними есть какое-то расстояние вопрос за какое время я это расстояние преодолею как это вычислить если я знаю что у меня движение подчинено вот такого вот закон опять же можно пользоваться линейным приближением можно считать что на небольших промежутках времени у меня скорость не меняется примерно и меняется как ответить на такой вопрос ну получается что расстояние которых мы хотим пройти это x1 минус x0 а время это f от x f в точке x0 время делить на f в точке x0 да значит это школьная формула да это как бы школьная формула типа расстояние разделить на скорость это время как согласны значит опять же мы понятно что это все приближение мы считаем что мы двигались со скоростью f от x0 вот когда находились вот здесь вот в этот момент мы двигались со скоростью f от x0 но вот мы считаем что за то время пока мы будем проходить этот маленький промежуток мы сильно скорость не поменяется поэтому будем использовать вот такое приближение как все согласны с таким с такой штукой вот значит это это как бы давайте скажу что это дельта т первое да это время вот это вот вот такое время что это вот т1 вот мы прошли от точки x0 до точки x1 и затратили время дельта т1 и давайте я вот это вот расстояние по вертикали расстояние между x0 и x1 обозначить через дельта x1 вот а дальше когда мы пришли в точку x1 мы вспомнили о том что у нас на самом-то деле скорость меняется и теперь я задаю такой же вопрос только теперь про расстояние от x1 до x2 значит дельта т2 равняется x2 минус x1 делить наехать x1 да совершенно верно значит давайте я вот эту штуку обозначу за дельту x1 значит дельта т2 это будет соответственно x2 минус x1 опять же все эти равенства примерные изменилось то что я теперь двигаюсь с другой скоростью теперь двигаюсь со скоростью f от x1 значит ну или можно это обозначить как дельта x2 разделить на f от x1 давайте наверное я немножко по-другому с номеру и дельта пусть это называется пусть эта штука называется дельта x0 а эта штука называется дельта x1 просто перенумеру вот ну и так далее да а теперь а сколько времени мне всего понадобится чтобы таким макаром дойти от точки x0 до точки x значит общее время движения от x0 до x большое это что такое это мне нужно просуммировать вот эти вот кусочки времени если мне нужно просуммировать по и допустим там от 0 до n минус 1 дельта x и т разделить на f от x и т а теперь скажите мне не напоминает ли вам что-нибудь это сумма ну это интегральная сумма да для какой функции 1 делить на x 1 делить на сколько на x в общем на x откуда x ну у меня сумма дельта x и т разделить на f от x и т то есть f от x да то есть я ну как бы это вот это как бы мы посчитали сумму дорбу да это сумма дорбу совершенно верно да вот мы разбили здесь у меня интегрирование происходит по по dx значит вот я разбил у меня здесь был x0 здесь x большое высота этих столбиков это она определяется как значение в левом конце в данном случае соответствующего интервью интегральчика но вот для функции единицы делить на f от x значит получается что это примерно вот такой вот интеграл вот x0 до x большого вот ну понятно что я как бы не претендую на то что это аккуратное рассуждение но по крайней мере штука в которой легко поверить и легко поверить в то что когда мы будем уменьшать дельта x собственно говоря когда мы переходим к интегралу у нас не только вот это вот это равенство становится более точным но и все вот эти равенства тоже становится более точным потому что там начинает лучше работать приближение линейное приближение которое вам дается дифференцированием поэтому на самом деле оказывается что это действительно так то есть что время движения от x0 до ну как бы до x от t равно интегралу dx разделить на f от x здесь будет x0 будет x от t и это есть время t минус потому что мы двигались от момента времени t0 до момента времени t вот ну и собственно говоря это вот ровно то же самое что у нас сейчас получалось когда мы если теперь вернуться в нашу вот к такому уравнению x точка равняется x квадрата что мы сделали мы сказали что значит мы сказали вот такую штуку потом мы сказали вот такую штуку ну и и дальше на самом деле видно что когда мы тут интеграл припишем но давайте вот я скажу что это интеграл давайте сейчас что у меня здесь интеграл от x0 до x от t ну вот мы и и получим вот вот эту вот формулу видите здесь у нас то что у меня было в правой части у меня было x квадрата но если ушло в знаменатель вот это вот оно и есть то же самое решение фактически как похоже на правду да вот ну вот так вот вот так решаются все уравнения автономные уравнения напрямую они все сводятся к интегрированию вот таким образом что у вас просто время движения выражается как интеграл от единицы делить на правую часть ну это логично потому что смотрите но у правда но как еще у вас правая часть эта скорость значит время движения она у должно быть обратно пропорционально скорости но за счет того что скорость переменная у нас там возникает не не просто школьная формула типа т равняется с деленное на в а возникает интегрирование вот и все вот так хорошо давайте еще вопросы так почему-то мне говорят что у меня сейчас разрядится компьютер хотя казалось бы он должен заряжаться они разряжаться непонятно не нравится ему сейчас я вот так сделаю что будет о так стал заряжаться вот так ну что у меня может есть короткий вопрос под перейти к номеру из домашки там где нужно сравнить похоже ли это на уравнение осциллятора там нужно посмотреть на 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 образ меры популяции зависимости от времени или на любой ну смотрите значит там вас интересует то как устроено решение то есть можно взять можно взять смотрите дело в том что у вас фазовое пространство здесь двумерно и в общем если у вас одна штука будет колебаться гармонически то на самом деле мне трудно представить себе ситуацию когда другая штука будет колебаться не гармонически потому что фазовом пространстве гармонические колебания соответствуют равномерному движению по окружности вот поэтому вы можете посмотреть на одну переменную можно смотреть на обе переменные можете посмотреть на картинку фазовом пространстве все и то и другое третьим можно сделать и стоит сделать но идея там в том что в зависимости от начального от выбора начального условия вы можете получать как близкие кривые так и не близкие кривые к гармоническом осцилляции зависит где вы там крутитесь вот так давайте еще вопросы а я вот не очень понимаю как ступица допустим даже к первому номеру можно маленькую подсказочку что в первом номере в первом номере там что нужно было сделать добавить штуку чтобы она считала в обратном времени да когда у вас нет это вторая задача первая там про как зависит ошибка метода а ну смотрите значит это там чисто практическая штука но вот смотрите у вас есть значит у вас есть вот выберете конкретное дифференциальное уравнение допустим x точка равняется x у него вы знаете правильное решение но возьмем какое-то конкретное начальное условие допустим допустим я хочу начальное условие x в нуле равняется единице какое быть тогда решение этого уравнения значит какое истинное решение вот не приближение прям настоящее решение уравнение x точка равняется x начальным условием x 0 равняется единиц какие вы знаете функции которые при дифференцировании равны сами себе экспоненты да экспоненты вот значит дальше но на самом деле здесь есть целое семейство решений что за семейство не только c да значит цена экспоненты у нас есть вот такое начальное условие значит чему равняется c просто единица единица да совершенно верно поэтому решение у нас будет вот таким x от t равняется е в степени t и мы его знаем а дальше я хочу посмотреть вот у меня есть истинное решение допустим я возьму в момент времени скажем не знаю t большое равное скажем единице я знаю чему равняется x от единицы равняется е я могу число явно посчитать а теперь я могу просто взять и посмотреть численно на то как работает метод эйлера а именно вот я возьму значит вот у меня есть здесь нолик здесь единица я могу сделать n шагов методы эйлера в этом случае допустим четыре шага будет за это написал с 1 x 2 x 3 x 4 нет не x это t и теперь я могу построить мое эйлеровское решение вот сможет той функции которые мы обсуждали значит у меня x в нуле должно быть единицы начну вот получается какая-то такая ломана и теперь у меня есть значит у меня есть эту ломаную она мне дает какое-то приближение к вот это вот вот эта точка это приближение x мое приближенное давайте его так-то позначу в единице для допустим четырех шагов что здесь это четверка это число шагов понятно про какие шаги я говорю вот соответственно когда я буду менять вот это число у меня будут получаться другие значения то есть здесь другую ломану я нарисую с большим числом шагов у меня она как-то там изменится вот а есть истинное мое решение вот такое вот ты истинное решение ты и в степени t и вот тут есть ошибка и если у меня зафиксировано вот это вот t большого то вот эта ошибка это просто функция числа шагов давайте мы видим такую функцию допустим ера это будет просто функция от числа шагов это будет там допустим е в степени 1 минус минус икс с крышкой в единице n вот это вот эйлеровское приближение почему е в первой степени ну я взял в качестве t большого и взял единицу там пока что в условии что-то другое написано можно но не неважно на самом деле какую точку брать то есть я сравниваю вот эту точку с вот этой точкой вот эта точка это е в первой степени эта точка что получилось ну а дальше я хочу понять как у меня вот эта функция как она зависит от и и это можно делать по-разному но вот на самом деле на самом деле гипотеза что r от n это на самом деле о большое от единицы деленное на n ну а как это проверить а значит при соответственно n стремящемся к бесконечности да то есть по порядку величины я считаю что это мне примерно единицы на эту точку мультипликативные константы ну можно по-разному это сделать значит как проверить первое но можно просто ну что означает что она о большой от единицы деленное на n это означает что если ее умножить на значит это означает примерно следующее что сама и сама эта ошибка что с ней происходит когда n стремится к бесконечности куда она стремится куда она стремится к нулю да значит вот можно проверить вот такую штуку то есть просто построить график значит построить график er от n ну и посмотреть стремится он там к нулю или не стремится второе что можно сделать если я хочу убедиться в том что оно есть о большой имя единицы для на n что можно сделать ну можно ее умножить на n n умножить на r от n да куда вот эта штука будет стремиться ну пока что про нее можно сказать и не знаю куда она будет стремиться на что про нее можно сказать значит если если r от n это O большой единицы деленное на n константный путь ну да она по крайней мере ограничена какой-то константой Да, значит, можно построить график вот этой штуки. Третья вещь, которую можно сделать, это можно сделать вот такую, например, штуку. Что будет с этой штукой? Пресконечность. Ну, да, возможно, если, по крайней мере, если у меня эта штука действительно O большой от единицы на n и не является O большим от единицы на n квадрат, то можно ожидать вот такого. Соответственно, можно построить график от вот такой штуки. Можно еще сделать такую вещь. Смотрите, если я знаю, что у меня R от n – это примерно 1 на n. Можно сделать такую вещь. Вот смотрите, если у меня есть какая-то функция φ от n, и я верю в то, что она является, допустим, O большим от, скажем, единицы на n в степени какой-нибудь альфа. Как мне вытащить вот эту альфу? Можно, например, сделать такую вещь. Значит, если вот это так, ну, давайте я скажу сейчас как-то… Давайте я скажу вот такую штуку. Смотрите, если бы так оказалось бы, что у меня φ от n равнялась бы просто константа умножить на единицу, деленное на n в степени альфа, тогда логарифм φ от n равнялся бы чему? Значит, это было бы минус альфа логарифм n, ну, плюс там логарифм константы. И вот мы вытащили вот эту альфу. Значит, тогда можно было бы посмотреть на вот такое отношение. Логарифм φ от n на логарифм n, и он бы стремился бы как раз, ну, там, с минусом, да, он бы стремился бы как раз к альфу. Поэтому можно попробовать понять, чему равняется вот этот коэффициент. Вот с помощью такой штуки. Взять логарифм, посмотреть отношение двух логарифмов. Вот, собственно говоря, что предлагается сделать в этой задаче. Собственно говоря, если вы внимательно посмотрите на условия, это увидите, что я сейчас вам ничего нового не сказал. Я просто пересказал еще раз условия, в котором были все вот эти пункты написаны. Вот, как стало понятнее? Да, да. Вот, то есть вы просто используете тот же самый код элеровского приближения. Просто для того, чтобы вычислить вот эту самую штуку r от n, а дальше строите ее график как функция от n. Ну, или строите графики и другие функции, которые строятся каким-то таким образом. Вот. Еще вопросы? Так, ну что, если вопросы закончились, тогда можно потихоньку закругляться, да? Да, спасибо большое. Очень все понятно стало. Пожалуйста, очень хорошо. Спасибо. Хорошо, что вы задаете вопросы, это очень правильно. Окей, тогда до свидания. До свидания. Пока. Продолжение следует...